Расскажите, почему вы сегодня решили выйти в одиночный пикет? Ну, потому что у нас вообще, как бы, и все эти выборы у нас в Хабаровском крае и вообще в России превращаются в какой-то фарс. И в итоге, мне кажется, что Россия постепенно скатывается к диктатуре, и в итоге эта Россия становится все больше похожа на такую, знаете, латиноамериканскую диктатуру. Хабаровский край, как такая провинция какой-нибудь Колумбии, да, где губернатор провинции сам назначает алькальдов, и они там делают, что хотят. В Краевую Думу внесен законопроект, который сегодня в двух чтениях на каком-то основании скорой в спешке будет приниматься. 20-го числа внесли, 22-го они должны в двух чтениях принять. Причем, замечу, этим же составом год назад были отменены, шпорт вносил и так, предыдущая Дума одобрила о том, что не будет выборов мэров и глав муниципалитетов. Этим составом чуть больше года назад это решение было отменено. На каком основании сейчас они хотят опять поменять свое же решение, непонятно. Политическую жизнь города и нашего края не хотят во многом участвовать в этой политической жизни. И, собственно, это молчание людей и позволяет тем чиновникам, которые находятся у власти, в том числе и депутатам, принимать вот такие вот законы, которые по факту, по сути дела, нарушают статью 55 Конституции Российской Федерации, которые говорят о том, что в нашей стране не должны приниматься законы, умоляющие или отменяющие гражданские права или свободу. Я считаю, что главы, мэры должны нести ответственность именно перед избирателями, а не перед группой депутатов, которые в дальнейшем, возможно, их изберут. Они должны понимать, что если ведут районы либо города в стагнацию и не будут заниматься проблемами людей, что они более не будут переизбраны. Считаю, что это прямое наступление на права и свободы граждан, потому что право избирать закреплено в Конституции Российской Федерации. Этот законопроект поддерживать ни в коем случае нельзя. Буду призывать депутатов голосовать против данного законопроекта. Это будет, подчеркнув, позорная страница в работе Думы.